всем здравствуйте сегодня в нашем видео будет обзор швейной машинки это бытовая машинка минерва декор мастер мы сегодня познакомимся с ее возможностями сколько операций она делает их 80 и мы ознакомимся какие именно операции я на ней уже работала ее тестировала очень интересная машинка потому что вы очень часто задаете вопрос а какую выбрать машинку вот мы рассмотрим именно вот этот вариант который тоже я могу вам в принципе для выбора предложить прежде чем мы начнем смотреть на возможности этой машинки хочу сообщить вам радостную новость это швейная машинка может достаться вам совершенно бесплатно вам нужно принять участие в розыгрыше розыгрыш будет проводиться на официальной страничке instagram на страничке минерва ссылочку мы обязательно оставим вам в описании под видео проводиться этот розыгрыш будет 3 июля то есть 3 07 вам нужно будет зайти по ссылочке подписаться в instagram до 30 июня то есть до 30 06 в комментариях под постом розыгрыша необходимо будет указать двух друзей которые любят и хотят шить и поставить лайк давайте вернемся к свиньи швейные машинки и посмотрим ну во первых машинка может подключаться одним шнуром без педали и она будет тоже работать мы будем тогда включать в ручном режиме я покажу как либо мы можем подключить педаль и работать с педалью имеется инструкция инструкция очень хорошо она написана на двух языках здесь есть русский и украинский язык то есть кому какой нужно мы выбираем и смотрим инструкция очень подробно и я уже смотрела также в комплектацию входит ну я считаю что очень хороший набор комплектации потому что здесь и много лапок различных необходимых для первого времени вот так я осторожно чтобы все не доставать вот мы с вами посмотрим смотрите здесь лапочка вести линеечка и вот лапка для петли автомат которую мы сегодня будем делать и для при сборке здесь вот видите комплект лапок довольно таки немаленький у меня допустим в машинке было всего две лапки одна лапка была для петли и одна лапка была как бы обычная которая стоит на машинке вот для вышивки для штопки есть еще вот еще лапки всего здесь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и 10 установлены на машинке это все я убираю и теперь мы с вами перейдем непосредственно к рабочему процессу посмотрим как машинка работает машинку включаем и приступаем к заправке ниток вот сейчас я буду вставлять шпульку стрелочки все нарисовано здесь все можно сделать безошибочно ставлю разные нити вверх и вниз заправляется очень очень легко для тех у кого проблемы со зрением здесь предусмотрена заправка иглы вот рычажок мы опускаем видите получилось вот такой вот ушка уже петелка и теперь просто протаскиваем нить и все итак давайте начнем но прежде чем мы начнем давайте обратим внимание на количество операций вот все швы которые машинка может делать но при этом конечно же мы не будем показывать абсолютно все потому что будет видео безразмерным это уже по желанию ну сейчас мы сами будем выбирать какие-то операции и вам показывать вот такая вот выдвижная пластинка вот она видите спрятана она выдвигается и частично скрывается остается только отверстие за которое мы можем потянуть на машинке сейчас я уже буду ставить ткань и будем пробовать есть возможность выбрать операцию ну вот у нас сейчас стоит в операция 1 и номер один то есть мы видим это прямая строчка если мы хотим увеличить или уменьшить стежок мы нажимаем на выбор мод и теперь делаем допустим стежок больше либо меньше в зависимости от того что нам нужно если нам нужно сделать зигзаг то же самое мы можем его либо увеличить либо уменьшить ну и вот эти вот основные кнопочки это основные операции которые чаще всего делаются вот допустим я нажала на петелку 16 операция и вот если мы посмотрим на пластину то мы видим вот 16 номер рядом расположена петелечка вот такая вот 18 номер вот сейчас я на машинке нажимаю вот видите петелечка она такая скругленная и получаем 18 номер если нам нужно поменять какую-то операцию смотрите вот стоит 18 у нас есть плюсы и минусы на зигзаге и на строчке вот здесь вот переключаются десятками ну допустим 28 38 и мне надо например 36 то вот здесь верхней части переключаются единицы ну допустим 36 и вот таким вот образом работает вся система налажена можно скорость увеличить либо уменьшить вот переключение скоростей положение иглы ну давайте мы будем начинать просто прямой нет у нас 36 так прямую строчку я поставила вот смотрите раз и игла у меня остается внутри еще сделаю несколько стежков игла остается внутри если я захочу что бы игла оставалась сверху я нажимаю видите и теперь делая несколько стежков игла остается именно в верху верхней части закрепка мы можем нажав на эту кнопочку у нас будет игла в одну точку несколько раз вот она раз и все есть закрепка задний ход если нам необходимо делает несколько задний ход а потом идет вперед вперед это тоже такую возможность сделать закрепку мы можем работать без педали то что я вам говорила и вот есть кнопочка старт стоп нажимаю на старт нажимаю на стоп при этом педаль у меня сейчас не работает то есть ногой я ничего не нажимаю ну это тоже очень очень удобно есть возможность обрезки нити сейчас попрошу оператора показать вот здесь вот сбоку вот так вот раз все нитка обрезана и давайте рассмотрим интересные швы ну вот давайте посмотрим допустим возьмем шов 36 такой вот интересный орнамент мы с вами тогда уже останавливаем на 36 вот я беру десятками добавляю теперь добавляю единицами и начинаем работать я вот только нажимаю на педаль либо можно нажать на эту клавишу увеличить скорость если нам нужно либо уменьшить вот это вот возможность увеличить либо уменьшить скорость очень хороша для тех кто хочет заниматься вышивкой либо штопкой это очень очень интересный такой вот момент давайте посмотрим что получилось очень красивая орнамент все настолько точно идет все до миллиметра теперь я чуть-чуть вот так вот протягиваю и сейчас мы с вами рассмотрим допустим 38 сделаем 1 2 продолжаем продолжаем далее давайте с вами рассмотрим шов номер допустим 48 сейчас возьму такие все широкие потом перейдем к узким тоже немножко протягиваю 49 вот нажимаю 49 и немножко сейчас протяну чтобы были какие-то фрагменты отдельно начинались очень красиво мы можем вот таким вот декором украшать свои изделия получается практически вышивка и давайте рассмотрим теперь ну есть такое понятие детская тематика это тоже очень очень интересно вот смотрите корона есть дельфинчик звездочки сердечки снежинки ну давайте мы начнем с короны у меня когда я машинку только поставил ребенок ой корона давай мама корону но я думаю что всем деткам это будет интересно так я не тот номер набрала я набрала 70 покажите оператор я не дожала одну единичку думаю почему нет короны исправлюсь вот так три штучки мы сделали теперь можем с вами сделать звездочки это 77 но 77 вот мы нажимаем 1 2 3 получаем 77 сейчас мы с вами еще рассмотрим петли это тоже очень интересно и важно вот я так чтобы не сильно долго посмотрите как получается интересно дельфин и 79 операция вы знаете я вот когда делала эти операции то я каждый раз переходила с одной на другую и очень интересно все все мне было очень интересно вот такие маленькие аккуратненькие дельфинчики получаются можем выбрать вот еще тоже очень такой интересный орнамент вот посмотрите 53 но я думаю что вам будет лучше видно на ткани так сейчас я сейчас я возможности очень много очень интересно вот посмотрите вот в инструкции есть схема рисунков на машинке на машинке на пластинке возможно видна не так хорошо как в инструкции вот здесь все петелки вот смотрите идут вышивка вот это вот такие такие треугольнички и сердечки то есть по 40 операций на каждой страничке возможности очень много но думаю больше швы мы вам показывать не будем и затягивать видео а сейчас посмотрим как все таки делает машинка петли произведем замену лапки поставим лапочку для петель и так здесь путь петли автомат для этого необходимо вот так вот опустить это именно видите вот здесь вот петелка и нарисована вот этот рычажок мы опускаем вниз выставляем операцию вот я нажимаю петелку и все начинаем работать как видите она делает сначала строчку которая как бы фиксирует ткань и сама останавливается вот такая вот петелка получилась эта нить которую надо будет удалить ну мы здесь можем выставлять гуще ее делать это уже зависит от нас но вот здесь вы смотрите видите я нить не протянула сама вниз поэтому немножко как бы напетляла получается а ниточку нужно протягивать давайте следующую петелку посмотрим а а а а Смотрите, какая петелька получилась. Очень интересная, такая вот скругленная. Ну, когда начинает работать, наверное, все-таки надо будет ниточку эту протягивать так, чтобы она не захотела, но не мешала. То есть нужно просто путем проб сделать себе именно такую петлю, которую нужно. Я имею ввиду путем проб, насколько нам нужна частота, густота, ширина. То есть это мы уже с вами будем определяться каждой индивидуально и по виду одежды, и по тканям, с которыми вы работаете. Тоже петли будут разные, абсолютно. Еще хочу сказать, что я пробовала на этой машинке, сейчас показывать не буду, но с тканями. Как она работает с тканями. Я пробовала на трикотаже, шьет хорошо. Пробовала на шифоне, справляется. Пробовала катон, тоже хорошо. То есть для легких, средних тканей машинка очень подходит. Я не пыталась там шить какой-то драп и так далее, кожу. Это я не пробовала. Ну, у меня, в принципе, драпа-то и нет. И кожа тоже. Поэтому я еще не попробовала. Ну, вот такую машинку, конечно, я думаю, что захотят многие. Тем более поучаствовать в розыгрыше. Это вообще будет просто замечательно. Вот я сделала еще одну петелку. Ну, сделала здесь, вот по сравнению, смотрите, погуще. И сделала еще одну разновидность петелки, которая идет скругленная с двух сторон. Вот здесь скруглена она с одной стороны. Вот скругление. Здесь она полностью кругленькая. Машинка выполняет пять видов петель. То есть пять видов. Что хочу сказать по этой машинке. Вот если подводить итоги. Допустим, да. Если бы я ее так попробовала, меня спросили, хотите ли вы такую машинку. Да, хочу. Машинка очень хорошая. По пятибалльной системе я ей ставлю пять, даже с плюсом. Как вы видите, она даже и работает. Так вот, в принципе, тихо и очень так плавно и мягко. Приятно она работает. Машинка очень хорошая. При том, что если еще кто-то ее выиграет, вообще будет замечательно. По цене вы будете задавать вопросы. Какая стоимость? По стоимости заходите и смотрите на официальных сайтах. Потому что в разных регионах стоимость, конечно же, будет отличаться. Потому что кто-то смотрит нас в России, кто-то в Азербайджане, кто-то смотрит в Белоруссии, кто-то в Украине. Поэтому каждый заходите и смотрите. Желаю всем участвовать в розыгрыше и, конечно, выиграть эту машинку. Кто выиграет, напишите в комментариях. Будет очень-очень интересно. Всем желаю удачи. До скорых встреч. Всем пока.